Для верующих последние семь дней Великого Поста неделя особенная. Как объясняют священнослужители, нужно подготовить свою душу к встрече с Христом. Пост телесный и духовный в эти дни ужесточается. Вообще страстную седмицу верующие христиане должны проводить в строгом посте. Запрещается вкушение растительного масла, мяса, яиц, рыбы, молока. Это телесный такой пост. Далее человек должен пребывать в молитве, не развлекаться. Лучше воздержаться в эти дни от просмотра телевидения. Потому что бывает такое искушение. Многие на исповеди говорят, что начинаешь смотреть новости, потом хочется еще какую-то программку, фильм какой-то. И вот уже человек втягивается, забывается. Чтобы Пасха стала настоящим праздником, страстную неделю желательно провести в храме, помолиться, а также исповедаться. Кроме того, что нужно навести порядок в своих душах, в уборке нуждаются и дома христиан. Для этого предназначен четвертый день недели – чистый четверг. В этот же день можно начинать красить яйца и печь куличи. Каждый год у многих встает дилемма – купить пасхальный хлеб или выпечь самим. Настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской, отец Иоанн, выступает за домашнюю выпечку. Но и против магазинной ничего не имеет. Мы это делаем для себя. Соответственно, мысли у нас будут о том, чтобы это нам принесло пользу, какую-то радость. А то, что покупное, конечно, в этом никакого греха нет. Единственное, что мы же не знаем, с какими мыслями будет этот кулич печь. Будет ли, скажем так, пекарь христианином. Может быть, ему не надо этот праздник отмечать. В Ярсалинские магазины первую партию куличей поставили уже в четверг. Пекарня общества с ограниченной ответственностью «Северянка» выпекает куличи каждый год. В этом году от плана, а это около 800 штук, отставать не собирается. По словам заведующей, у пекарей особый рецепт приготовления и особый подход. Как домашний, все натурально, никаких добавок нет. Все душу вложили в него, у пекаря. Да, все, все, сейчас разберут за три дня. Четверг, пятница и суббота мы будем торговать три дня. Немножко наливаем молочка теплого, подогретого. Так, получается, таким образом происходит это все. Потом вложу немного сахарку. Ложку где-то так, тоже. Моментальное тут получается. И соль. Соль, вторую ложку соли. Так, это все замешивается. Размешивается. И муки немного добавляется, как опара. У вас какой-то семейный рецепт получается? Да, это получается, как бабушка старенькая, вот 88 лет. Вот она, как всех нас научила. Таким образом. Замешивается жидкое тесто. Оно, получается, должно постоять полчаса. Оно начинает подниматься. И уже остальные ингредиенты добавляются. Алена Хатян, жительница Ярселя. Куличи всегда печет сама. Традиционный семейный рецепт, которому научила ее бабушка. Душевная доброта и молитва – вот главные ингредиенты для пасхального хлеба. Всегда перед тестом, когда начинаешь замешивать, всегда молишься, просишь Боженьку, чтобы помогла. Всегда помогает. Хорошее настроение. Доброта самое главное. Если будешь злой, обиженной на что-то, тесто никогда не удастся. Алена Владимировна – человек верующий, потому к такому важному празднику, как Пасха, подходит со всей серьезностью. Знает, как соблюдать Великий пост и как вести себя в Страстную Седмицу. Не ругаться, не злиться, не обижать никого, не завидовать, самое главное. Зависть – очень такой грех великий. Помогать. Самое главное – добро помогать людям. Выбирайте вы домашний кулич или магазинный. Пасхальный хлеб обязательно нужно осветить в храме и окропить святой водой. Именно так можно очистить его от скверны и благословить трапезу разговения. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение.